Сегодня очередная история и речь пойдет об оружии, о легендарном оружии. Винтовка трехлинейная, русская, образца 1891 года, в простонародье трехлинейка. Сразу возникает вопрос, а почему же трехлинейка? В то время, когда конструировалась данная винтовка, в России была не метрическая система, а дюймовая, и русская линия – это 2,54 мм. Соответственно, три линии равно калибру 7,62, которое является в данном оружии. В 1930 году была модернизация у данной винтовки, упрощение ее, и уже с этого момента ее начали называть по фамилии конструктора. Винтовка системы Мосина. Сергей Иванович Мосин – легендарный конструктор. В 1891 году, будучи капитаном, сконструировал эту, не побоюсь того слову, легенду, которая долгое время стояла на вооружении у разных стран. Если говорить о России, то до 1965 года у нас на вооружении стояла данная винтовка. Снабжалась она четырехгранным игольчатым штыком. Штык выполнен на конце в виде отвертки, для того, чтобы было удобно что-то открутить в полевых условиях, чтобы дополнительно с собой отвертку не носить. И также наносились очень тяжелые раны в штыковых атаках, которые требовали только медицинского вмешательства. Сами по себе не заживали. Данная винтовка, любая, вернее, винтовка, и данная в том числе, когда она была не макетом, как сейчас, а когда она была боевая, она пристреливалась только со штыком. Поэтому точность стрельбы достигается только с примкнутым штыком, как вот сейчас можно наблюдать. У любого оружия и у винтовки Мосина есть как свои плюсы, так и свои минусы. Изначально в названии винтовки трехлинейки звучала фамилия Нагана. Леона и Эмиль Нагана помогали в разработке неотъемного магазина. Но в процессе данная фамилия Нагана была убрана и оставили только фамилию Мосина. Затвор, в принципе, очень легкий, но минус в том, что нет довольно-таки хорошего предохранителя. Есть только защелка, чтобы защищать спусковую систему, то есть курок. А нормального предохранителя у данной винтовки нет. Поэтому, когда солдат передвигался где-то по густо лесистой местности, Затвор мог спокойно отщелкнуться, то есть он практически не требует никаких... То есть зацепил где-то за ветку, отщелкнулся, нажалось, все. То есть потерял затвор, оружие больше работать не будет. И так часто было, причем сами ветераны в своих воспоминаниях пишут о том, Что затворы солдаты просто теряли. Поэтому винтовка хорошая, надежная. Дальность стрельбы до двух километров. Прицельная планка об этом и говорит. Здесь идут все насечки по дальности стрельбы до двух километров. Соответственно, в поисковой работе очень часто встречаются данные винтовки. Здесь вот представлен образец, который мы нашли непосредственно При проведении поисково-археологических работ. Винтовка, естественно, не бросалась на поле боя. По возможности, если похоронная команда приходила на территорию, где были бои, а потом освободили территорию, то собирали все винтовки у погибших солдат. И, соответственно, повторно выдавались. Данная винтовка была выполнена под вот такой патрон. Это 7,62 мм на 54 мм. Это винтовочный патрон, который по сей день стоит на вооружении и широко применяется в разном уже современном оружии. Как правило, всегда вооружение делается именно под патрон. То есть сначала изготавливается определенный патрон, а потом под него делают уже непосредственно оружие. Вот такая обойма из пяти патронов. Это разовый боезапас данной винтовки. Неотъемный магазин вставлялся сюда эти пять патронов, досылалось рукой, и магазин был снабжен. Потом патрон в патронник встает, и уже можно было непосредственно вести ту задачу, которая поставлена перед бойцом. Оружие для поисковика – это очень важный аргумент, потому что когда мы находим оружие, вернее, способствует это нахождению бойца, именно это вооружение, так как оно очень объемное, много металла, и, соответственно, прибор довольно-таки легко обнаруживает останки бойца над данным оружием. Сегодня практически металл не сохраняется, находится в очень плачевном состоянии, хотя в зависимости от территории, то есть какой грунт – песчаный, болотистый, бывает, что находит и в более лучшем сохранении. Также в 1907 году был принят на вооружение карабин системы Мосина. Это укороченная версия данной винтовки уже поступила на вооружение. Сначала, изначально, она считалась вообще для казаков, но впоследствии, как мы знаем, что кавалерийские подразделения очень полюбили карабин и повсеместно пользовались данным видом оружия. В целом укорочен был ствол, соответственно, уменьшилась дальность с двух километров до километра, соответственно, прицельная планка. В целом изменения конструктивных практически не произошло. То есть все то же самое, только короче ствол. Если говорить о винтовке Мосина, то встречается три модификации винтовки Мосина у нас непосредственно в экспедиции. Это пехотная, драгунская и казачья. Это три модификации винтовки Мосина, которые существовали на тот период. Как говорил Суворов, легендарное оружие. И его афоризмы сегодня цитируют многие люди. «Бей прикладом, коли штыком» — это его изречение, которое солдат проносил с собой везде, будучи в окопных боях либо в штыковых. И винтовка Мосина не подвела. Верой и правдой служила русскому солдату до конца своих дней и срока службы на вооружении у российской и русской армии. Украина